3 сентября по всей стране прошли митинги и памятные акции, посвященные Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. Не остался в стороне и славенск на Кубани. День Солидарности в борьбе с терроризмом установлен федеральным законом о днях воинской славы России и связан с трагическими событиями сентября 2004 года в Беслане, когда в результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Это трагическое событие вызвало огромный общественный резонанс и сплотило людей в борьбе с терроризмом, как национальным, так и международным. В этот день Россия даёт дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Будённовске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других террористических актов. И сегодня важно не допустить повторения тех страшных событий. А для этого нужно воспитывать молодёжь в любви к родине, прививать уважение к другим народам, учить терпимости и толерантности к иным взглядам и убеждениям. Самое главное, что хотели бы мы до вас донести, дорогие ребята, это в первую очередь любовь к своей малой родине, любовь к своим близким, к своей семье. Сегодня вы подростки, сегодня вы молодёжь, завтра у вас появятся свои семьи. И очень важно, чтобы мы с вами в первую очередь воспитывали себя, воспитывали своих близких, воспитывали своих детей в духе патриотизма, любви к людям, любви к тому, что вы делаете. К своему образованию, к своей школе, к своей семье, к своим друзьям и сверстникам, уважение к старшим, занятиям активными видами творчества, спорта, наукой. И если нас с вами будет подавляющее большинство, тогда мы будем с вами сильны и против внешних врагов, и против внутренних врагов, и против терроризма. Участники тематической акции «В память о жертвах Беслана», которая прошла на набережной города, почтили память всех погибших в террористических актах «Минуты молчания». Организаторами акции выступили Управление по делам молодёжи, Центр патриотического воспитания имени Героя России Трошева, Молодёжный центр «Континент». Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин